Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре Apple продукция MacBook Air 2021 года. Итак, в общем, я его заказала, и он мне пришел с доставкой из Китая, шел у меня две недели, отправляли его самолетом, собирали его отдельно, поэтому заказ оформлялся чуть дольше, чем это, если бы я заказывала его с самого магазина напрямую. Заказывала из Китая и Новую Зеландию. Вот, две недели, значит, на доставку, вот мне его сегодня прислали в такой замечательной коробочке. В общем, она, конечно же, больше, но другую сторону вам показать не могу, по причине того, что там мои данные находятся. Ну что, коробочка довольно-таки увесистая. Если мы ее перевернем, то у нас здесь есть ярлычок, за которым мы тянем и открываем. Пробуем. Да, все предусмотрительно. Все, мне даже не нужны никакие ножницы, которые я приготовила для того, чтобы вскрыть коробочку. Что у нас в коробочке находится? Коробочка у нас открывается, вот, в таком положении. Мне очень нравится, как мне все покупают. Скоро всего, это будет что-то... Опаньки, смотрите, открываете, получается, это задвижечку. И MacBook сам просится выйти наружу. Так, 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 процесс идет. Ура, все получилось. Нет, тяжеленький все-таки. Ну вот, смотрите, стандартная упаковочка. Все в пленочке. Как это и свойственно эпоху компании. Так, красотень. Так, ну что. Настал момент, мы сейчас будем его вскрывать. Ответственный момент. Находим, значит, такой рылочок. И начинаем за него тянуть. Прекрасный звук. Открывание нам от техники. В общем, сейчас будет немножко шумно. Пару секунд, и мы избавились от заводской пленки. Ну что, открываем? Коробочка у нас открывается наверх. С трудом. Прям с трудом. Так, мы это сделали. Та-дам! Вашему вниманию предоставляет, значит, компьютер. Цвет у нас Space Gray. Очень красивый, на мой взгляд. Дальше у нас тянем за рылочок. И легким движением руки. Мой бок у нас в руках. Очень легкий. То есть, свое название Air. Он все-таки оправдывает. Очень тоненький. Так. Дальше смотрим. Коробочка, на что идет с вами. Так. Ну, значит, на зарядное устройство. У меня довольно-таки старая версия Apple. И там зарядное устройство намного больше, намного громоздко, чем это. Ну, радует. Так. Дальше смотрим, что у нас здесь. Значит, у нас все это сделано в Калифорнии. А, вот и зарядный блок. Очень мило. Так как я уже сказала, это все заказывается в Новый Зеландию, поэтому сделано по местным форматам розетки. Вот такая вот штучка. Открывается ли у нас здесь. Я знаю, что в предыдущих вариантах блок был съемный, но не получается. Посмотрим потом по функционалу. Все, пусто. Значит, коробочку убираю в сторонку. И идем дальше. Что у нас здесь в буклетике? Так, а буклетики у нас... Так, вот разная информация. Не знаю, сколько полезно. О, смотрите, можно наклеить. Не думаю, что я буду этим заниматься. Так, разная информация про... А, раскладка клавиатуры и модель вообще USA, то есть американская, она есть. Второй вариант, это международная. Насколько я читала в интернете, международная раскладка клавиатуры не очень удобная. Поэтому это более привычно, поэтому заказали. И я думаю, что мы не пожалеем. Красивый цвет. Итак, давайте посмотрим, как он идет без пленки. Прекрасненько. Мне нравится. Очень легкий, комфортно сидит в руках. Открываем. Первое открытие и уже со звуком. Пленочка у нас тут идет защитная. Аккуратненько снимаем. Пленочка настолько тонкая. Просто почти невесомая. Ну, дальше у нас идут, получается, настройки всего. Это я уже не буду делать на камеру. Здесь очень много разного всего. Мне кажется, мне подслушивают. В общем, все остальные настройки я буду делать уже не на камеру, естественно. Вводить все свои персональные данные. Итак, у нас, значит, MacBook Air 2021 года с процессором M1. Этот уникальный процессор, он только появился. На этих моделях уже нельзя устанавливать в Windows, как это можно было на предыдущих моделях. Но, как Apple компания утверждает, что производительность на данном процессоре будет намного выше, нежели на любом последнем Intel процессоре. Ну, поживем и видим, что он нам покажет вообще. Так, ну, у нас компьютер долго собирался с Китая, потому что у нас не заводская комплектация. Комплектация у нас 8 гигабайт оперативной памяти. И мы заказывали еще на 512 гигабайтов SSD накопителя. Поэтому, видимо, такая комплектация нестандартная. И нам его делали чуть-чуть дольше, нежели мы его брали сразу же с магазина. Так, у нас, значит, здесь Type-C. Соответственно, у нас и провод, который положили сюда, тоже с таким же самым разъемом Type-C. Кстати, с двух сторон. Так, а что у нас тут здесь на блоке? На блоке. Та-да-да-дам! А куда втыкает? А, вижу, все, отверстие. В общем, все очень минималистично вообще. Ну, что-то такое. Я не ожидала. Тут даже будет что-то покрупнее. Окей, поживем, видим, как это все будет работать. Итак, значит, у нас два разъема Type-C. И с другой стороны у нас разъем похожий на разъем для наушников. И это, ребята, все. Вообще все. Так, переворачиваем, что он здесь с вами. Ничего, все очень аккуратненько, прекрасно. Загляд перфекциониста просто-просто паскает. Паскает. Так, яблочко. Давайте здесь все-таки посмотрим, должны же быть динамики хоть где-нибудь. Нет, ребята, все герметичненько. Три отверстия и все. Ну, что, ребята, я пока довольна. Довольна, как мне вообще компания Apple организовала эту доставку, как это все быстро произошло. То, что мне не пришлось ждать дольше, хотя обещали мне прислать где-то через месяц, месяц-полтора. А прислали всего лишь через две недели. Это просто шикарно. Спасибо вам большое, ребята, за такую оперативность. А еще я... У меня огромные надежды на этот компьютер, то, что процессор все-таки себя оправдает, и я смогу работать как в инженерных программах, так и в программах ливилизации. В общем, у меня огромная надежда на этот компьютер. А вам спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всего самого наилучшего. Пока-пока.